Казанский университет принял участие в заседании Совета ректоров вузов. Поэтому нам нужна база, как вовлечь студента в среду, где на самом деле идет разработка. IT-лицей Казанского университета открывает приемную кампанию. И мы нацелены на то, чтобы наши ребята были лидерами трансформации цифровой в любых сферах. И в химии, и в биологии, и в нефтегазовых технологиях. Какие санкции ждать от Запада? Россия могут отказать в транзакциях через виза и мастер-карт. Учитывая отношение к России со стороны некоторых стран, мы можем с уверенностью говорить, что карта МИР во многих странах не будет допущена к использованию ни при каких условиях. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Егор Белоусов. Казанский федеральный университет принял участие в заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа в формате видеоконференции. О том, каким видят современную систему подготовки студентов, расскажем в следующем сюжете. Университет не должен гнаться за рейтингами. Необходимо сконцентрировать внимание на качестве и эффективности современной системы подготовки и образования, которую получают студенты. Сегодня вузу необходимо стремиться быть не только фундаментальным в прямом значении этого слова. Университет должен выводить на рынок своих выпускников, как уже сформировавшихся и высококвалифицированных специалистов по конкретным направлениям подготовки и разных секторов экономики. Об этом шла речь на очередном заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. От Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он поделился опытом создания Института информационных технологий и интеллектуальных систем в КФУ и опытом других вузов Республики Тарстан в области подготовки и переподготовки инженеров-разработчиков для современной индустрии. Вот это такой кейс Казанского университета, когда с нуля было создано фактически подразделение, целиком ориентированное на работу на рынке IT-услуг, IT-сферы, разработчиков. И сегодня этот институт в полной мере оправдал себя. Мы видим и заинтересованность компаний, и заинтересованность студентов. Конкурс достаточно высокий, несмотря на достаточно жесткие условия и жесткую конкуренцию. Дмитрий Таюрский предложил два пути решения актуальных запросов рынка в конкурентоспособных кадрах в сфере инженерии. И здесь нам надо понимать, что развитие цифрового переосмысления, взрыв цифровых технологий, не оставляет нам времени на раздумья. И самый короткий путь для удовлетворения спроса рынка и для совершения прорывов, это, конечно же, либо двухгодичные магистрские программы, либо переподготовка инженерных кадров. Актуализировали ректоры вузов тему наставничества и подчеркнули, что это одна из лучших форм передачи знаний. Должна быть достигнута синергия мудрости и молодой энергии, которая дает реальный результат. Председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа Роман Стронгин отметил, что студенты во время учебы уже должны решать конкретные творческие задания профильных компаний и корпораций, а также работать по арестоставникам. Потому что яркие личности обладают магнетизмом, они притягивают. Преподаватели могут и не быть разработчиками, а быть очень хорошими преподавателями и учеными-исследователями. Поэтому нам нужна база, как вовлечь студента в среду, где на самом деле идет разработка. Также Роман Стронгин уже в завершении заседания пообещал, что все материалы заседания будут отобраны в один документ и в итоге озвучены в Государственной Думе Российской Федерации 16 апреля в виде предложений. Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универ Ньюс. Айти-лицей Казанского университета стал специализированным учебно-научным центром и теперь открывает приемную кампанию уже в новом статусе. О том, как туда поступить и как будут проходить вступительные испытания, смотрите далее. В этом году Айти-лицей Казанского университета принимает учеников в 7 классы порядка 50 детей и в профильные 10 классы около 20-25 детей. В этом году для поступающих будет организовано два тура. Первый тур тоже очный, он пройдет в лицее, но в формате тестирования. Для 7 классов это тестирование по математике и по русскому языку. Для 10 классов к математике и к русскому языку прибавится профильный предмет. То есть если они выбирают соответствующий профиль, они будут выбирать и экзамен информатику, физику или химию. Успешно прошедший первый тур ребята будут приглашены на второй этап. Пройдет он в формате учебных сборов в лицее вместе с проживанием. Так каждый сможет попробовать себя в качестве ученика Айти-лицея. Посидит на уроках, сходит на дополнительные занятия и кружки. За 3-4 дня мы с ребятами поймем, насколько они к этому формату готовы. А для нас будет важно посмотреть ребят со всех сторон, понаблюдать за ними, насколько они мотивированы, насколько они могут в этом режиме повышенной образовательной программы обучаться. Мы посмотрим и на обучаемость их, то есть как они осваивают новый материал, как они выдают результат. По итогам второго этапа будет опубликован список поступающих, которые могут далее успешно обучаться в Айти-лицее. Первый тур пройдет 15 и 16 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте applicationkfu.ru. По этому же адресу можно записаться и на дни открытых дверей, которые проходят в лицее по будням. И мы нацелены на то, чтобы наши ребята были лидерами трансформации цифровой в любых сферах. И в химии, и в биологии, и в нефтегазовых технологиях. То есть они должны вот этим инструментарием пользоваться очень легко, свободно, быть уверенным в этом. Те, кто желает стать специалистом в сфере Айти, могут подать заявки на обучение до 13 мая. Диана Жилинкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. Завершился финальный тур открытого городского конкурса юного переводчика имени Шарафа Мудариса среди учащихся старших классов средних школ. Данный конкурс проходит ежегодно, начиная с 2006 года. Награждение участников состоялось в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Я выбрала произведение «Фронта Веклар» Мохаммеда Магдеева. Меня привлекло в этом произведении рассказ о Великой Отечественной войне. Я сдаю историю общества и вообще тема истории и всех вот этих событий мне очень интересно. И там рассказывается про учителей, про учеников и про любовь, любовь к жизни, любовь к мужчине. Все-все-все там так интересно описывается. Поэтому я взяла это произведение и перевела его. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась встреча студенческого актива с активом Санкт-Петербургского государственного университета. Цель визита вот в этот центр, ну с одной стороны познакомиться с одним из лучших с моей точки зрения, наверное. Это общая точка зрения университетов не только России, но, наверное, и мира. Очень бы хотелось студентам показать вот другого типа учебные заведения, ну и заодно познакомиться вот с этим центром информационных технологий, чтобы они понимали дальше перспективы своей работы и использования вот этих цифровых технологий. Санкции со стороны Запада могут затронуть и платежные системы. Что произойдет, если Россия откажет в транзакциях через визы и мастер-карт? Узнаем в сюжете. По данным Центробанка, в России выпущено около 300 миллионов банковских карт. Из них три четверти – карты платежных систем виза и мастер-карт. На долю национальной платежной системы МИР приходится лишь 23%. Несколько лет назад в России внесли поправки в закон, согласно которому при блокировке переводов по картам международных платежных систем операции будут доступны внутри страны. Учитывая отношение к России со стороны некоторых стран, мы можем с уверенностью говорить, что карта МИР во многих странах не будет допущена к использованию ни при каких условиях. Да, вполне возможно, что картой МИР можно будет пользоваться во многих странах, но наверняка не во всех. Любителям онлайн-шоппинга на иностранных сайтах при таком раскладе придется изобретать обходные пути. Например, переводить деньги на электронный кошелек Киви или Яндекс.Деньги. Альтернативной платежной системы для оплаты товаров за рубежом у России пока нет. Можно будет попробовать переключиться на другие системы, ну, например, на китайскую или японскую систему. Они, конечно, менее популярны в мире, чем Visa и MasterCard, но, тем не менее, дают возможность проводить платежи по всему миру. По словам Игоря Коха, не стоит переживать о введении подобных ограничений для всех частных и юридических лиц. Ведь платежные системы Visa и MasterCard, получающие процент с транзакций, не готовы покинуть растущий российский рынок. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии был Егор Белоусов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!